Как в 1964-м. Именно тогда появился первый троллейбус в столице Чувашии. Теперь его можно встретить на улицах города. Он проходит обкатку. Юлия Важенина и Андрей Шоклев одними из первых прокатились на ретро-троллейбусе. Следующая остановка улицы Николаева. Именно так с микрофоном в руках раньше водители объявляли остановки. Троллейбусы пользовались большой популярностью. Желающих воспользоваться новым видом городского транспорта было много. А вот самих троллейбусов мало. Поэтому ходили они заполненные. Самый первый троллейбус выехал на маршрут 7 ноября 1964 года. Возил горожан он около 15 лет. А в конце 70-х ушел на заслуженный отдых. Стоял на постаменте как музейный экспонат. К юбилею столицы Чувашии его решили вернуть на дорогу и взялись за ремонт. Он стоял на ремонте с октября месяца до конца мая. Потрачено было на него много сил. Наши слесаря оставались после работы. В выходной день выходили, чтобы восстановить наш музейный троллейбус. Восстановили как пассажирские. Рабочий день Владимира Спиридонова начинается в 3 часа утра. В 4 его, как и других водителей, забирает служебный троллейбус. В 5 он сам выходит на маршрут. В таком графике он работает уже почти полвека. Кстати, Владимир Поликарпович водил и этот троллейбус. Как было, все есть. Эта панель, вот этот панель, прибор, все есть. Вот старый остался. Вот этот тоже старый. Изменили. Вот только панель. Там деревянный был раньше. А сейчас поставили железный. Что еще? Ручник с этой стороны, а на новых с левой стороны. Двери, фары, таблички. Все из прошлого века. Остались в салоне и кассовые аппараты. Это старый аппарат. Вот сюда кидалось 5 копеек. Открывалось. То есть водитель в начале смены сюда билеты вставлял. Закрывал. Билетики отсюда выходят. Народ 5 копеек сюда ложит. Билетик сам отрывает. То есть тогда они проверяли это как билеты? Нет, нет. Это как сейчас могут зайти, там сесть их втихую. Тогда вот порядочно все кидали. Кассовых аппаратов в каждом троллейбусе стояло два. Спереди и сзади. А здесь билет заправляли. Туда ставили, открываешь. Билет заправляли. Вот так нажимаешь. И билет дармешь. Билет выходил отсюда. 8 месяцев понадобилось специалистам, чтобы вернуть троллейбусу его первоначальный вид. В этом году первому чебоксарскому троллейбусу исполняется ровно 55 лет. И здесь все сохранилось в том же виде. Те же поручни, те же мягкие сидения. И вообще вся атмосфера точно такая же, как была когда-то. Кстати, прокатиться в нем сможет любой желающий в день рождения города Чебоксары. Троллейбус только проходит обкатку. А жителям города уже не терпится на нем прокатиться. Ездили на таких троллейбусов. Очень было прикольно. Потому что он форма не такой, как щашля. Раньше все было округленное. И автобусы маленькие были. И говорю, ну не квадратные. Сейчас все квадратные у нас. Очень хотела бы прокатиться на таком троллейбусе по городу. Это было бы вообще приятно. Вспомнить свое детство. Сейчас у нас другие, посовременнее. Но это тоже интересно. С детства свое вспоминаешь интересно. Молодость. Железнодорожный вокзал «Красная площадь». По такому маршруту полвека назад начал свое движение троллейбус номер один. По нему же он проедет и в день города. А чтобы помочь пассажирам окунуться в атмосферу тех лет, водители наденут советскую униформу. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Юлия Важенина, Андрей Шоклев.